Телекомпания «Ржев» о главных событиях этой недели в студии Елена Серикова. Здравствуйте! Сегодня из нашего выпуска вы узнаете, что демонстрировали будущие цирюльники, где смеялись и прикалывались от души, и когда возведут Дмитрову гору. Подробнее об этом и не только через несколько секунд. В новостях Ржева. В Ржевском районе продолжается строительство свиноводческого комплекса фирмы Дмитрова гора. На объекте побывал глава района Валерий Румянцев и представители подрядных организаций. Комплекс планируют запустить к концу этого года. Глава района проезжает сюда еженедельно. Ходом строительства он доволен. Подрядчики работают по графику. На встрече с представителями Дмитрогорской фирмы Валерий Михайлович высказал пожелание, чтобы после запуска предприятия часть налогов оставалась в Ржевском районе. И чтобы здесь работали местные специалисты. По-хорошему, по-хорошему, мы должны, как муниципальный власть, обложить определенной мездой на решение социальной составляющей района. Мы, понимая ситуацию и понимая такие темпы, понимая сложность задачи, не делаем этого и не будем делать. Конечно, мы будем обращаться с поездом. Впереди 9 мая. У нас есть ветераны, есть братские захоронения. Мы, конечно же, будем обращаться. У нас на территории, здесь, в Глебове, есть школа. Конечно же, мы будем обращаться. Может быть, подсыпать 10-15 машин. И, по-моему, уже обращался, значит, на урок. Может быть, людей выделить. И для нас это очень важно. В деревне Заречное планируется открыть ферму по выращиванию высокопродуктивного стада свиней численностью 52 тысячи голов. Недавно группа специалистов агрофирмы Дмитрова гора выезжала в Канаду для отбора и закупки животных. Летом их планируется привезти в Ржевский район. Сейчас мы находимся ориентировочно на 30-40% стадии готовности. Срок реализации таких проектов порядка 8-9 месяцев. Опыт работы есть. Это уже не первый свинокомплекс, который строит наша организация. Подобные объекты есть в Конаковском районе, Тверской области, в некоторых районах Курской области. Ну и вот теперь на Ржевской земле мы, соответственно, тоже воплощаем наши проекты в жизнь. На сегодняшний день в деревне Заречной построены здания с металлическим каркасом, обшитые сэндвич-панелями с утеплителями по немецкой технологии Big Dutchman. По договоренности с фирмой Дмитрова гора на стройке задействованы местные рабочие. Из восьми подрядных организаций две местные. Общество с ограниченной ответственностью стройкомплекс и открытое акционерное общество Кран. Работаем с восьми и пока раствор не закончится. Мы же не можем его оставить. То есть и после пяти бывает там остаемся. У нас по городу, как бы, сами, наверное, знаете, особо работы нет. Заводы, да, стоят там все или работают в полтемпа. Ржеветяне работают и на второй площадке рядом с деревней Васюково. Здесь разместятся восемь корпусов, административно-бытовое здание, очистные сооружения и механические мастерские. Срок сдачи в эксплуатацию свиноводческого комплекса – последний квартал этого года. Здесь еще предстоит выполнить работы по подводу необходимых коммуникаций, газа, электричества и воды, а также построить дома для специалистов. Общественной палате Ржевы исполнился один год. В библиотеке имени Островского подвели итоги работы и наметили планы на будущее. В этой общественной организации 21 человек. Директора предприятий, врачи, учителя, предприниматели – люди неравнодушные душой, болеющие за свой родной город. Каждую среду и воскресенье члены палаты принимали ржеветян в библиотеке имени Островского. Любой желающий мог обратиться со своими проблемами. За год работы приемную поступило по разным сведениям около 80 обращений, не только граждан, но и учреждения в предприятии города по вопросам ЖКХ и социальным гарантиям. Для оперативного решения вопросов ведется постоянная работа с управляющими компаниями, предприятиями, учреждениями и администрацией города Ржевы, благодаря чему удается оперативно реагировать на просьбы граждан. А еще члены общественной палаты провели несколько субботников. Организовали круглый стол по вопросам состояния жилищно-коммунального хозяйства и работе управляющих компаний. С ноября прошлого года начала работать видеоприемное «Качество жизни». Проведет городской фестиваль «Добрые песни Ржева». К нам прислушиваются, нам доверяют, мы можем влиять на определенные события в городе, на настроения жителей. Это самое главное, как раз то, для чего общественная палата в принципе и создавалась. Для того, чтобы сплотить жителей города вокруг определенных каких-то идей, вокруг каких-то проектов, вокруг каких-то задач, для решения каких-то задач. Вот это вот основная цель общественной палаты. Сейчас вопрос решается по тарифам. Он никуда не ушел. Мы сейчас, у нас, ну, очень ответственно, палаты Гусаков, к сожалению, нет. Он сейчас занимается этим вопросом. И на следующей неделе вот этот тариф, это энергия, да, Владимир Николаевич? Да. Стал вопрос. Мы этот вопрос делали, занимаемся. Недавно были вопросы еще решены по ЖКХ. Даже уже люди обращаются не просто в общественную палату, значит, палату приемную, а просто уже звонят прямо на телефон лично и решаем какие-то вопросы. В этом году общественная палата планирует сотрудничать с Городской думой. Честно говоря, от общественной палаты, то есть активного такого вот взаимодействия с думой на сегодняшний день нет. Вот при будущем формировании плана работы, вот хочу сделать на этом акцент. Для того, чтобы, мы же работаем на результат, и для того, чтобы получить конкретный результат, действительно должно быть взаимодействие тех структур, которые понимают и разговаривают, грубо говоря, на одном языке. Глава Ржева Наталья Воробьева вышла с двумя предложениями на общественную палату. Одно из них – попытаться возродить когда-то любимую горожанами зону отдыха – Городской сад. С чего-то надо начать. Никто не говорит о том, что там должно быть кардинально все измениться. Но какой-то толчок, какой-то пример нужно заложить. Вместо, что мне хотелось бы, наверное, понятно, что вы все люди инициативные, вы возьмете грабли и пойдете это делать. Вот хотелось бы привлечь именно молодежь. А дальше уже, действительно, подойти к этому более профессионально и пытаться обращаться в другие структуры, ну, конечно, за финансовую поддержку и уже какие-то шаги предпринимать дальше. Второй вопрос касается обелиска. Один из главных памятников города начинает разрушаться. От него уже отвалилось несколько плит. В теплое время года здесь всегда много молодежи, да и до Дня Победы осталось меньше месяца. Эта проблема требует кардинального решения. Поэтому Общественная палата Ржева решила выступить с инициативой и обратиться к губернатору Тверской области, Государственную думу и полномочному представителю президента по Центральному федеральному округу. Необходимо провести экспертизу и ремонтировать памятник. На это нужны немалые средства. В городском бюджете таких денег нет. 15 апреля Православная Церковь отмечает один из главных праздников – Воскресенье Христова. В фольклорно-этнографическом центре Городского дома культуры в эти дни проходит выставка декоративно-прикладного творчества «Светлое воскресенье». В выставке приняли участие около 20 мастеров по росписи, выжиганию по дереву, вышивке крестом и бисером, вязанию на спицах и крючком. Особое внимание в этот день уделялось непременному атрибуту праздника – пасхальному яйцу. Что обозначает яйцо? Вот вы сегодня слушаете. Символ жизни. Символ жизни, возрождение к жизни, да? Да. Потому что из яйца рождается жизнь. Еще говорят – солнечный желток. Светлана Парфенова и заведующая фольклорно-этнографического центра Алевтина Петрова рассказали присутствующим о разновидностях росписи и показали, как можно украсить пасхальные яйца. Одна из таких техник называется капанка. Берете свечку и как только она начинает капать, начинаете капать на яичко. Теперь вот это яичко я опускаю в самый светлый цвет. Общий фон остается желтым, а то, что осталось под воском, остается белым. Все в воске непонятно какого цвета. И когда вот таких яиц вы наделаете много, можно положить их в духовку на тарелочку, но на сеточку и тарелочку вниз, чтобы воск стек сам при температуре. Участницы мастер-класса принесли с собой необходимые материалы и инструменты. Валентина Малышева более 40 лет проработала в детском саду. Придумывать и мастерить поделки ей очень нравится. К пасхальным традициям приобщилась около года назад. В прошлом году у меня воспитатели были на мастер-классе. Провели этот же мастер-класс для родителей Трофимы Марина Петровна. Ну и с детьми пытаются делать. Сейчас вот подготовительная группа готовилась к выставке. Всевозможные поделки они делают. Галина Сорокина занялась рукоделем после выхода на пенсию. Она ходит в Хорошевский клуб «Жемчужина», где мастерит поделки из теста и бумаги. А недавно попробовала плести бисером. Некоторые из ее работ представлены на выставке. Работа, конечно, трудоемкая. Время очень много тратится. Но это стоит этого. Сюда мои работы выставлялись, здесь в музее. Потом выбирали мои работы, другие, конечно, выставлялись в Твери. У меня грамоты почетные. Альбина Ильинична пришла в фольклорно-этнографический центр впервые. Раньше она просто красила яйца. Теперь решила попробовать их обвязывать. Начала вывязывать каждое яйцо синим, желтым, красным, зеленым. Вот всякие разные яйца получались у меня, обвязанные. Вот Алла Ивановна, скажет, я им приносила всем. Сотзащиту 10 штук яиц обвязанных. А еще Альбина Ильинична рассказала о пасхальных приметах и традициях. И обязательно, когда жили в деревне, мы ждали 5 часов утра, чтобы посмотреть, как солнышко играет на Пасхе, только на Пасхе. Выставка декоративно-прикладного творчества «Светлое воскресенье» в городском Доме культуры продлится до 20 мая. Посмотреть и оценить работы местных мастеров могут все желающие. В клубе железнодорожников предприниматели обсуждали создание союза и проект устава новой организации. До чего договорились и что решили деловые люди Ржева, вы узнаете из нашего репортажа. Решение о создании новой организации созрело в прошлом году на общем собрании. Это будет некоммерческое партнерство «Союз предпринимателей Ржева и Ржевского района» с юридическим лицом. Почему мы вышли с таким предложением перейти в другой формат наших отношений, юридический, потому что жизнь заставляет это делать абсолютно. И чем больше мы работали, тем больше мы убеждаемся, что действительно сегодня, имея юридический статус какой-то, мы можем в конце концов иметь больше информации, входить в любые программы. И наши отношения должны быть более тесными, потому что бизнес, вот чтобы делать бизнес в одно лицо мы не сделаем однозначно. Мы много ездили в этом году в Финлянзию и видели, как работает «Союз предпринимателей». Действительно, это очень сильная движущая сила в экономике. Владимир Карпов в своем выступлении отметил, что достигнута договоренность с администрацией города. Чтобы не блокировать ржевский бизнес, любой проект, в первую очередь, будет выноситься на обсуждение Совета предпринимателей. «Если мы будем как «Союз», если мы будем какой-то движущей силой, в первую очередь мы будем иметь доступ к информации, ту, которую мы будем перерабатывать. И те незаполненные ячейки в бизнесе, которые сегодня просматриваются в городе, они будут приоритетны только нам сначала». И началась дискуссия. Кто-то говорил, что это очень хорошее дело. Большинство просто слушали, а кто-то совершенно не знаком с проектом устава. «Нет, только реально, честно, кто видит в первую очередь?» «Я». «Я». «Кто?» 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 «Сегодня мы говорим о том, что наше отношение, наше отношение к «Союзу», наше отношение к тому предпринимательству, мы все сами за себя. Понимаете? Мы сами за себя. Если мы, скажем, не читаем газеты и не понимаем для чего это всё нужно, то смысл тогда всего этого?» Я поддерживаю мысль, что Союз предпринимателей в городе нужен для того, чтобы выражать мнение, решать те вопросы, которые мы в состоянии решить. Но, к сожалению, подавляющее большинство вопросов решить мы не в состоянии будем. Никакой Союз предпринимателей, где все встанем в толпу и будем стоять перед администрацией, мы не решим. Возвращаясь к некоммерческому партнерству, у вас база в Твери. И защищать город Ржев в некоммерческом партнерстве никто не будет. У вас у партнерства другие цели. Другие цели, да. Оно хорошее, информация там, да. Но город Ржев никто не будет. И только когда мы вместе будем, когда мы будем друг друга знать, друг друга знать, а когда мы будем друг друга знать, когда мы будем собираться, когда мы будем обсуждать эти вопросы, тогда будет результат. А если каждый по себе будет защищать, искать в интернете что-то, он так хоть сто магазинов покрой, он будет вкладывать туда деньги, миллионами вкладывать, а прибыль будет получать одну и ту же абсолютно, потому что покупательской способности нет. Вот то, о чем сейчас говорилось с выступающими, это все хорошо, но вы должны понимать, это не будет сразу. Это не будет сразу. Это вот все хорошо, громко. Но прежде чем это так станет, сначала вы должны стать теми, о чем здесь идет речь. Будет у вас союз или не будет у вас союза. Для чего он создается, решает каждый сам. Кто-то в нем видит какую-то ступеньку в бизнесе, кто-то в политике, кто-то просто хочет чаще общаться. Поговорили, обсудили и проголосовали. Оказалось, 34 человека за создание союза предпринимателей, один воздержался. Итогом дискуссии стало решение дать время всем предпринимателям внимательно ознакомиться с проектом устава. И собраться во вторник, 17 апреля, в библиотеке имени Островского для выбора Совета союза предпринимателей и ревизионной комиссии. Как стало известно нашей телекомпании, в Ржеве зарегистрировано около 1400 предпринимателей. Из них желание вступить в новую организацию пока изъявили 40 человек. Студенты 42-го училища участвовали в областном этапе Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства среди парикмахеров. Кроме нашего города, заявки подали представители учебных заведений Старшкани, Лидова, Лихославля и Твери. В Ржевитянке удалось войти в тройку призеров. Конкурс проводился в два этапа. В теоретической части проверяли знания по парикмахерским услугам, физиологии кожи и волос. На компьютерное тестирование отводилось полчаса. Ржевитянка Кристина Бондаренко дала 21 правильный ответ из 30. Без ошибок выполнила задание только учащаяся профессионального лицея номер 10, на базе которого проводилась Олимпиада. Много вопросов, связанные с парикмахерством, с красками, с заболеванием. Я считаю, что это несложно. Это элементарные вопросы были на уровне оснований, как парикмахер. Должны знать это все. Главным заданием было выполнение женской свадебной прически. К этой части Кристина готовилась две недели. Она практиковалась по несколько часов в день. Каждый вечер, часов по шесть, по пять. Долго. Пробовали прическу, что-то новое какие-то, прически. Потом пришли к этой. Делали разные. Выбирали стиль. Девочке тоже не все идет. На темных волосах надо делать что-то высокое, что-то какое-то, я не знаю, крупное. А на светлых волосах все видно. Там косы, не косы, кудри, не кудри. На темных не так видно. На выполнение этого задания отводилось полтора часа. За это время Кристина сделала прическу модели, в роли которой выступила ее подруга. А в это время для преподавателя организовали мастер-класс. Его провела стилист Любовь Соколова. Единственное, что потом хочется, всегда немножко протекстурировать, чуть-чуть разбить срез, потому что вот он именно мягко, плавно входил в форму. Больше практически только, ну может еще и только в области челки чуть-чуть хочется потекстурировать. Больше ни по окантовке, нигде. Здесь не требуется уже больше никакой даже доработки стрижки. Стрижка на самом деле выполняется 15-20 минут. На своем мастер-классе мне хотелось привязать новые веяния моды на разных формах, на разных стрижках, привязать их к конкретному месту в салоне, к конкретному рабочему месту в салонах. Потому что для наших мастеров очень часто бывает необходимо умение быстро и качественно отработать. Мне как раз хотелось показать такие работы, которые каждый мастер может перенести на свое рабочее место. Тем временем конкурсантки заканчивали свою работу. По условиям прическа должна была быть модной и не похожей на вечернюю по техническим критериям. При выполнении задания разрешалось использовать любые инструменты для укладки волос и всевозможные препараты для фиксации прически. Украшения допускались в объеме не более 20% от общего количества волос. За нарушение регламента соревнований или несоблюдение правил, относящихся к выполнению работы, участницы наказывали судьями, которые назначали штрафные баллы. Очень радует. Все образы прекрасно выдержаны. Мастера прекрасно подготовились. Маникюр, макияж. Чувствуется сейчас, уже относительно прошлых лет, большая разница. То, что было 5 лет назад, 3 года назад, сейчас, я думаю, что то, что у нас проводит и Министерство наше образование, встречи, тренинги какие-то, я думаю, что они пошли на пользу. Мы как раз и отслеживаем. Определенно есть, конечно, условия. И если у нас будут какие-то замечания, они у нас уже есть, мы, конечно, это озвучим уже после конкурса. Последний штрих дефиле. Согласно требованиям конкурса, модели выходили на подиум с сухими волосами. Костюм, макияж и аксессуары должны были соответствовать нормам приличия и не выглядеть вызывающими. Оценивали работы конкурсанток, представителей салонов красоты и парикмахерских. Судьи обращали внимание на технологическую грамотность выполнения прически, ее форму, степень сложности, а также целостность образа модели. При подведении итогов оказалось, что наша Кристина Бондаренко уступила только победителю. Бондаренко Кристина, занятое второе место. Благодарность выражается Исаевне Ирине Рустамовне, поэтал номер 42, город Ржев, за качественную подготовку призера конкурса. Есть какая-то сотая доля обиды, что, конечно, все-таки мы не совсем первые, но второе место – это тоже замечательно. Это показатели, я считаю, показатели нашей работы. Полученный опыт обязательно пригодится в дальнейшей работе педагогического коллектива лицея, а для участниц конкурс станет хорошим стимулом к дальнейшему росту и совершенствованию. В Центральной библиотеке имени Островского прошла интеллектуально-развлекательная игра «Поле чудес». В ней участвовали ученики из 8, 10 и 12 школ. Ребятам предстояло угадать исторические персонажи и символы прошедшей эпохи. По балет за участников пришли одноклассники, студенты Маштеха и 8 училища. Знания оценивали эксперты – заведующая сектом Центральной библиотеки Татьяна Моржаева и заведующая филиалом музея Ольга Дудкина. Игра посвящена нашей истории российской. Но история ведь огромной нашей страны неотделима от истории нашего родного города Ржева. И хочется вспомнить, наверное, несколько таких славных страниц нашей собственной истории. Игру начали Ксения Шарова, Борис Измайлов и Михаил Смирнов. Подобно Петру Первому и Екатерине Второй, Иван Третий получил от современников прозвище «Великий». Именно при нем появилось слово «Россия» и несуществующая птица. Какая? Подержите аплодисментами. Человек волнуется. Ну что ж ты так? Ну и сектор шанс. Из первой тройки в финал вышел Михаил Смирнов. Знания истории он почерпнул из двух источников. Сидели в библиотеке и в интернете лазили. Еще одна участница в ученице 10-й гимназии Екатерина Булыгина – девушка разносторонняя. Она учится в гуманитарной группе и история – ее профильный предмет. Кроме этого, Катя занимается в танцевальной студии «Флэш» и играет на пианино. В финальной игре Екатерине выпал шанс попросить помощь зала. Ее выручила любимая учительница. Помогайте. Самодержа. Всем участникам ведущая Алла Дмитриева подарила книги, ежедневники и календари. А победительница Екатерина Булыгина получила сертификат на посещение кофейни «Арабика». Это не единственная Катина победа. Она участвовала в олимпиадах по истории, тоже весьма успешно. Увлечение историей в дальнейшем может стать основной Катиной профессией. История – это один из вариантов. Это исторические факультеты, как бы стать историком профильно. А другие там, ну, как бы много их тоже. Конечно, игра – это шоу, да, такое небольшое шоу. Вопросы были довольно-таки серьезные. Конечно, я не могу сказать там об уровне знаний учеников, да, вот в этом предмете, таком сложном, серьезном предмете. Но то, что у ребят есть интерес к своей собственной истории, к истории родного города, это радует. Вот такая история вышла с историей на поле чудес. Все буквы были отгаданы, а персонажи вновь заняли свое место в уходящей эпохе. Вы думали, история, что сказочка, где можно все запутать, переврать. Но это вам всего лишь только кажется, что можно ход истории прервать. Очередная игра городского клуба веселых и находчивых прошла под названием «От сессии до сессии живут студенты весело». Среди участников мероприятия были новички и ветераны. Прощальное выступление провела команда Тверского государственного технического университета «Мечта». В игре участвовали уже известные команды. Две из машиностроительного техникума. То ли еще будет и кнопка «Стоп», а также студенты из Тверского государственного технического университета «Мечта». Учащиеся профессионального лицея номер 42 в этот раз объединились с представителями медицинского училища доктором Гу. Впервые на сцене выступила команда у елки из аграрного колледжа. Традиционный конкурс приветствия выявил лидеров и аутсайдеров. Жюри было строгим, никого не жалело и откровенно слабые выступления оценивала самым низким баллом. Продолжаем раз про наш праздник юмора команда у елки. Аграрный колледж «Оржевский». Три, три, четыре, два. Ниже пояса и плоские шутки стараемся не оценивать, не брать их в расчет, только чистый, добрый, светлый юмор. Неплохо, что вообще еще до сих пор в «Оржеве» это существует, поскольку финансирование, сами знаете, не очень городское. Ну, оцениваю довольно неплохо. То есть ребята стараются, что-то делают, это вообще само по себе уже хорошо. Далее ребятам предстояло показать еще два конкурса – фоторазминку и домашнее задание. Так, 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 новый звонок, новый звонок, как мы его долго ждали. Алло. Привет. Привет. Что-то голос у вас больно знакомый, представьтесь, пожалуйста. Вы меня не узнали? Это я, Леша. Необычайно везет сегодня Алексею. Некоторые годами до нас дозвониться не могут, еще второй раз подряд. Ну и что же мы, Леша, будем слушать в этот раз? А можно песенку, да, слушать? Зачем? Хорошая. Мы чисто импровизировали, собирали свои шутки, создавали из головы. О чем? Все, что видим, о том и шутим. Вообще, на самом деле, шутки как придумывали. Собираемся командой, и у каждого что-то из головы летает, получается, вполне неплохо. Обе маштеховские команды попали в число призеров. Меньше всего баллов набрали студенты Аграрного колледжа и сборная 42-го лицея. Самыми веселыми и находчивыми были признаны участники команды Тверского государственного технического университета «Мечта». Победителям вручили сертификат на посещение кафе «Фараон» на сумму 2000 рублей. Это была их последняя игра. Совсем скоро молодые люди получат дипломы, и у них начнется взрослая жизнь, в которой нужно быть и веселым, и находчивым. Во Дворце культуры Ржевский камерный ансамбль совместно с гостями из Швейцарии дал концерт для любителей классической музыки в стиле барокко. Швейцарский ансамбль музыка и поэтика уже был в нашем городе. В нем всего двое участников – Сабина и Томас Кайпенены. Они уже вместе с 1992 года. В этот раз музыканты решили играть музыку немецких и итальянских композиторов. Это инструмент, это копия, конечно, времен Петра I. То есть вот брак Баха или племянник, это все-таки. Он, родной брак Великого Баха, пошел на войну против России, играющего на таком инструменте. Он как габаист военного оркестра, шведского, нанялся как наемник. И он, кстати, проиграл там, кто-то первый его разбил под Полтавой, как известно. Но вместе с тем, вот инструмент, который был, он сейчас перед вами, он очень сложный для, так сказать, тонкого, это очень виртуозный инструмент для исполнения. Сабина Кайпенен владеет не только духовым инструментом, она исполняет все вокальные партии. Как говорят, пути Господни неисповедимы. Но как же все-таки семья Иваненко познакомилась с заграничными музыкантами? Ну, это все такие барочные тусовки в Москве, барочные тусовки в Москве, где, так сказать, они выступали с одним музыкантом и с другими. Потом мы как-то пересеклись, играли в одном общем музыкальном проекте и потом отдельно, значит, решили сделать программу. В общем, это все, когда занимаются узкий круг людей, они довольно хорошо знают друг друга. Я думаю, что старинная музыка, барочный стиль, он немножко как комический стиль, и такой манерный стиль. Что, как в живописи, есть очень много света. И текст очень странный, поэтому это никогда не надоест. Эта область барокко, вот, ну, так по-настоящему мало кто, конечно, занимается. И в нашей стране, да и в Европе, в общем-то, тоже можно там по пальцам пересчитать, кто по-настоящему занимается. Если представить, что эти музыканты играли бы сто лет назад, то в зале не было бы места, куда яблоко упасть. А сейчас зрителей было немного. Ребята из музыкальной школы и несколько пожилых ценителей классической музыки. После выступлений в нашем городе швейцарские музыканты дали концерт Твери и отправились в Петербург. На сегодня это все. Смотрите нас онлайн ВКонтакте в группе телекомпании «Ржев». Если у вас есть интересные сообщения, звоните по телефону 2-13-55. Увидимся в следующую пятницу в 18.15 на канале ТВ-Центр. Хорошего всем настроения при любой погоде. Редактор субтитров А.Семкин